Вопрос на миллион. Как голодать, если нужно работать? Это правда. Спасибо за вопрос. Мы голодаем. Пищевая пауза 16-18 часов минимум. А дальше уже, как получится, и кадаши соблюдать, как получится разгрузочные дни, раз в неделю, сутки, 24 часа, 36 часов. Врачи не запрещают нам конкретно. Вы должны все координировать именно такие решения со специалистами. Нельзя просто так... Любой экстрим нужно, конечно, согласовывать. Какой бы это ни был позитивный стресс, это стресс. Что я для себя открыла в последнее время? Что стало по-другому? Я не могу играть в театре на голод. Странно для меня, что ты могла когда-то. Нет, то есть я по-прежнему не ем перед спектаклем. Ну, это как раз. Да, это понятно. Потому что другое... Ну, то есть мы очень такие еще метеозависимые. Зависит от того, сколько калорий, так скажем, образно. Сколько энергии я потратила в предыдущие дни. И насколько я себя ограничиваю в потреблении калорий для того, чтобы быть в форме. Потому что невозможно. Это Мэя Михайловна Плесецкая сказала. Невозможно. Балерина, которая ежедневно, наверное, до своих самых последних дней ходила к станку. Ну, сложно представить, какая у нее нагрузка была. Да, сколько калорий она жгла. И при этом, она говорила, единственное средство – это лейкопластырь на рот. То есть тут все равно никуда от этого не денешься. Нужно сокращать потребление калорий для того, чтобы тело чувствовать в форме. Ну, как бы для меня. Чтобы я им владела, чтобы мне не мешали килограммы. Поэтому все равно, если я прихожу к спектаклю с дефицитом калорий, бывает такое еще эмоциональное, знаешь, вот такое напряжение, которое ты изо дня в день переживаешь. Особенно если ты должен переключаться. Сегодня Шекспир, завтра Чехов. Послезавтра съемки в фильме. После-послезавтра съемки кулинарной программы. И вот это все переключение – это отдельный такой вид, знаешь, эмоционального, интеллектуального затрата. Вот мне очень тяжело не заедать вот такое эмоциональное переключение. Еда, она сразу успокаивает, и сигнал в мозг идет – все хорошо, все в порядке. Юля, все нормально, еда есть, вода есть, все будет хорошо. Нет, у меня вот этой проблемы нет. У меня есть проблема, знаешь, какая, когда я прихожу после спектакля, например, домой, или поздний съемочный день, я дома. То есть там я должна быть сконцентрирована, я должна быть в форме своей самой лучшей, на которую я на сегодняшний день способна. И дальше я прихожу домой, и вот для того, чтобы хоть награда нужна. И поэтому вот сейчас у меня такой период, когда я, играя в театре, не могу голодать. То есть это должно быть либо награда вечером. После спектакля, либо, ну, там, днем часов за шесть до спектакля, за семь, я должна какие-то, что-то такое дать себе какую-то устойчивость. Что я как-то, знаешь, у меня есть вот эта энергия, чтобы пережить следующее испытание. Потому что спектакль, как ни странно, спектакль всегда, наверное, потому что… такой прямой эфир, потому что это зритель прямо здесь, и это единственная возможная ситуация, ее нельзя улучшить, ее нельзя перепрожить, то есть ее можно перепрожить в следующем месяце. И вот я поняла, что я сейчас, у меня такой период, может быть, потому что многофункциональная такая история, и задачи очень разные, я могу голодать, когда я снимаюсь. Более того, я действительно могу голодать, когда я снимаю еду. Тут такое идет прекрасное, серьезное, ну, как бы, замещение. Субтимация. Да, я вижу, меня это вдохновляет, и я уже как будто бы поела. А вот играя в театре нет, потому что это такая живая энергия, которую нужно дать в зал. И я не имею права прийти пустая в этот зал. А как насчет говядины с горчицей? Вот это я особенно люблю. Горчица-то немного горячить. Неси говядину, оставь горчицу. Подать говядину вам без горчицы? Другой, пусть кто подаст, увольте. Одно или вместе, что-нибудь, что хочешь. Так без говядины я дам горчицы. Пошел, ты там же! У нас есть такое свойство, мы брюзжим. Мы, когда я говорю, мы вообще люди-человеки. Нам обязательно что-то не нравится. То погода, то магнитные бури, то какие-то еще обстоятельства. И, например, если мы говорим о сетях, мы тоже довольно часто их ругаем. Вот, дети перестали читать. Вот, мы слишком много времени проводим в этих приложениях. Или там у нас нет общения такого личного. У нас слишком долго все происходит онлайн. Безусловно, я не буду спорить. Я даже, более того, сама брюзжу время от времени, грешу этим. Это ужасно. Как с кем бороться, пока я еще не поняла. Ну, вот, наверное, один из способов борьбы. Я пытаюсь все-таки увидеть обе стороны медали. Мне кажется, что сети во многом действительно так облегчили нашу жизнь. То есть вот то самое онлайн. Вот я очень хорошо помню, когда мне нужно было найти звук голоса Юрского, который читает Евгения Онегина. Единственная возможность была пойти в библиотеку и слушать, искать эту запись. Потом идти, там были проигрыватели, прослушивать это. Ну, потому что купить пластинку, эту запись, ее было просто нельзя, невозможно. Сейчас я просто открываю интернет, вы тоже открываете интернет. Любая аудиозапись, если она существует, в принципе, большинство из них уже давным-давно отцифрованы, и они есть в интернете. Есть в интернете Сергей Васильевич Рахманинов, который играет сам. То есть вот просто Рахманинов звучит. И, может быть, это не идеальный звук, как на концерте, или такая запись, как в студии специально. Но, тем не менее, это Рахманинов играет. Это же невероятно. И так, на самом деле, если задуматься, очень много чего, с одной стороны, облегчает нашу жизнь, а вот, и даже не побоюсь этого слова, делает ее лучше и каким-то образом продуктивнее. Вот я, например, совсем недавно открыла для себя такое приложение, которое называется «Мамаду». Вообще, это приложение для молодых мам. Я вам про него уже говорила, но, понимаете, молодые мамы, чем они мне, например, близки? У них так же мало времени, как у меня. У них такая же мультизадачность, такое же невероятное требование к каждому шагу ежедневной расписания своей рутины, потому что, с одной стороны, конечно, должно быть все во благо младенца, а с другой стороны, это все-таки хочется каким-то образом не потерять себя вот в этом потоке благ для младенцев. И вот в этом приложении «Мамаду» есть любопытные вещи. С одной стороны, например, все, что касается детского досуга в вашем городе конкретном, есть много информации про какие-то прогулки в парках, игровые площадки, выставки, детские спектакли, рестораны, в которых есть детские игровые комнаты. Но и мама там тоже не забыта, потому что вот если мы говорим о саморазвитии, есть что-то, что посвящено фитнесу, есть что-то, что посвящено уходу за собой, есть что-то, что посвящено психологии, какие-то медитативные курсы техники. То есть там еще, кроме того, когда уже младенцы все курганы спят, то тогда именно используя это приложение можно устроить свой досуг, что называется, с пользой, то есть хорошо и приятно. В общем, я не молодая мама, я мама, но не молодая. Я с удовольствием пользуюсь этим приложением, и мне вообще кажется, что вот такая узкосформированная история, которая направлена на то, чтобы облегчить жизнь. Вы знаете, это очень понятно. Вот если бы это было, я не знаю, какое-нибудь приложение для космонавтов, я думаю, мне тоже было бы интересно. Ровно столько же, как мне интересно Мамаду для мам. Так что присоединяйтесь, тут прям бездна всего интересного и хорошего. Юлия, здравствуйте. Я сама поклонница черно-белого кино. Скажите, пожалуйста, в каком бы фильме 60-х вы бы хотели сыграть? Ой, какой вопрос. В любом. Ну нет, конечно, не в любом, но мне кажется, что 60-е годы в кино – это такое новое дыхание. Недаром во Франции это называлось «Новая льва», «Новая волна». В Италии самый рассвет итальянского кинематографа в Англии, в Великобритании. Да и в Америке много чего было прекрасного. Да и у нас, у нас такие были фильмы созданы. Хотя уже в 60-е было цветное кино, все равно большие кинематографисты – Бергман в Швеции, Годар во Франции, Трюфо, Феллини в Италии, Антониони, который снимал и в Италии, и в Великобритании. Они у нас – Шипитько, Кончаловский, Тарковский, многие другие. Они продолжали снимать ЧП, потому что, наверное, цвет, он очень прямолинеен. Там есть какое-то слишком близкое соприкосновение вот с этой настоящей жизнью. А так в то время, наверное, кино больше соотносилось с музыкой или с литературой. Никто не хотел сделать кино похожим на селфи какое-то, я не знаю, на то, что это очень сильно напоминает вот прям как в жизни. Хотя, конечно же, прорыв, вот как раз «Новая волна» у Годара, у Трюфо – это был прорыв именно по случайности и кадров, и диалогов, и какой-то необязательности сюжета, не линеарности. Но, тем не менее, всё равно это было искусство. Я не говорю, что… Я не брюзжу. Я не говорю, что сейчас нет искусства в кино. Есть прекрасные режиссёры. И те, которые уже с опытом творят, и те, которые молодые возникают. Всё это есть. Но, да, какая-то такая невероятная ностальгия. У меня тоже есть по чёрно-белому кино именно в 60-х годах. У меня в жизни было такое… Я училась в Минске, и нам показывали в Доме культуры, в ДК… Я, честно, не помню, как он назывался, но те люди, которые… Если кто-то смотрит у меня из Минска, прямо напротив Купаловского театра, через проспект с Кариной, есть такой ДК, и там показывали в то время, в начале 90-х, чёрно-белое французское кино, французское и немецкое. И мы ходили туда, там на самом деле не были режиссёры, так скажем, первого ряда. Там были какие-то режиссёры, которые снимали интересное кино, но не стали звёздами, так скажем. И оттуда я навсегда ушла вот заболевшая той европейской атмосферой. Это, знаете, как если вовремя прочесть Ремарка, если вовремя прочесть Хемингуэя, вовремя. Вот если это попадает в тебя, если вовремя прочесть Набокова, Блока, это оставляет в тебе такую хорошую рану. И это такая незаживающая рана. И вот это прям вы мне такой вопрос задали. Да, чёрное-белое кино – это любовь. Но ничего, сейчас тоже есть хорошее кино. Всё будет хорошо. Довольно часто приходят вопросы в Телеграм-канал, в другие там соцсети о витаминах, каких-то минералах, вообще о БАДах. О том, что… ну, как бы, понятно, вопрос в том, что я принимаю. Я с удовольствием делюсь информацией, которой я владею, но ни в коем случае не считаю себя экспертом в этих сферах. Но мы вот с подругами, с друзьями довольно часто обсуждаем как раз вот эти, знаете, развивается очень сильная индустрия, я бы сказала, здорового образа жизни, в хорошем смысле этого слова. То есть мне кажется, что мы сейчас гораздо больше осведомлены о том, что для нас, что такое хорошо, что такое плохо, как сказал Владимир Владимирович Маяковский. О том, что приносит пользу, что, может быть, не является полезным. Всё чаще и чаще я натыкаюсь на материалы о таком, как бы сказать, скрытом вреде сахара, что сахар везде есть. Понятное дело, что мы об этом давно говорим, но как-то был период в диетологии мировой, когда нам всем, нас всех убеждали, что для того, чтобы были здоровые сосуды, сердце, нужно избегать употребления жиров. И вот это вот всё обезжиренное, обезжиренное каким-то образом была такой вот главной темой. Сейчас изменилась ситуация, сейчас считается, что хорошие жиры и плохие жиры – две большие разницы. И вот тут, мне кажется, очень важно, во-первых, количество информации, которую можно сейчас получить. Безусловно, нужно уметь её фильтровать и прикладывать к себе. Вот любая информация, которую я получаю, я стараюсь понять, что мне из этого подходит, что нет, и потом, конечно же, желательно обсудить это со специалистом. Но вот для меня абсолютно бесспорный факт. Для меня, что добавки биологически активные, то, что БАДами называется, то есть витамины, минералы, аминокислоты, какие-то правильные микроэлементы я принимаю ежедневно. Ну вот просто скажу, я действительно голодаю довольно регулярно, то есть это моя рутина. Опять-таки, я никаким образом не пропагандирую этот метод. Я просто рассказываю про себя. И вот когда человек голодает, естественно, у него наступает там, разные процессы идут в организме. И должно быть, так как не поступает питание, восполнение микроэлементов. То есть тут опять-таки нужно, чтобы лично вам специалист объяснил, можно вам голодать или нельзя, и вообще хотите вы или нет, и так далее. Разные цели. У меня, я это делаю не для того, чтобы вес терять, мне нравятся ощущения энергии, и вообще я действительно ощущаю себя более здоровой, сильной и выносливой. Но при этом, это нелегко, но при этом я всегда помню, что нужно принимать те необходимые микроэлементы, которые из-за голода, они не поступают в организм, и организм от этого страдает. И вот здесь, конечно, естественно, лучшие витамины, там, витамин С, это, конечно же, только не говорите апельсин, это на самом деле не так, но, я не знаю, смородина, витамин С содержится в шпинате, много где витамин С содержится. И, конечно, это не совсем полноценная замена, но, тем не менее, лучше так, чем никак. Это только в период голода. Ну, а дальше уже можно обсуждать, какого качества сейчас мы потребляем овощи, фрукты, какого качества у нас мы пьем воду, сколько мы позволяем себе непозволительного и фастфуд, и сладкое, и газировка, и так далее, и так далее. Ну, сами знаете, там, кто-то курит, а кому-то необходим бокал вина в конце дня, чтобы расслабиться. Сколько мы делаем для поддержания нашего здоровья, и сколько мы делаем вопреки. И вот тут как раз БАДы для меня все-таки, мне кажется, вот неоспоримое имеет такое значение, я принимаю. Причем много лет уже. Интересно что, что на сегодняшний день БАДы для того, чтобы их приобрести, таких больших усилий не нужно. Вот у меня в телефоне есть приложение, которое называется «Планета здоровья». Вообще, раньше, например, я пользовалась этим приложением, когда мне нужно было купить что-то, ну, аптека. Ну, аптека, то есть мне нужны обезболивающие, может быть, мне нужны какие-то жаропонижающие, средства по уходу за кожей. И сейчас там есть что-то, что может понадобиться в хозяйстве дома, имеющие отношение продукты как раз к здоровому образу жизни, то есть какие-то даже продукты питания, и огромный выбор витаминов, минералов, микроэлементов, аминокислот и так далее. Я захожу туда, у меня сразу, кстати, даже открыто витамин С, и все, есть выбор, какой витамин С мне подходит. То есть тут и ценовая история, но еще, вы знаете, например, люди, у которых есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, должна быть определенная форма витамина С. Опять-таки обращайтесь к специалистам, к врачам. Я не прописываю тут никому ничего, но просто мне нравится, что здесь есть огромный выбор. И что потрясающе, кстати, здесь есть такое в этом приложении, очень удобная функция, называется «Моя аптечка». То есть я могу установить эту функцию, и тогда я не пропущу приемы. Это очень важно мне, например, потому что, особенно в таком жутком графике, когда он такой интенсивный, я иногда не фиксирую, приняла я витамины или не приняла. А тут, когда в этом приложении мне дается сигнал, то я знаю, что я по сигналу это делаю, а не просто так, когда мне в голову придет. А вот еще в приложении есть такое окошко, которое называется «Бонусная карта». Вот прям открываешь, и вот его видно. И если просто одним кликом ты сразу смотришь, там отражается количество бонусов приобретенных, потраченных и так далее. То есть тут еще и такая приятная история про то, что ты видишь, что происходит с твоей финансовой точки зрения. Мне очень нравится, что это приложение развивается, потому что раньше можно было выбрать себе необходимую корзину, собрать, что тебе нужно, заехать в удобную аптеку и расплачиваешься уже на месте. А сейчас можно расплатиться либо на сайте банковской карты, либо в приложении. Ты уже приезжаешь, забираешь заказ, то есть там вообще минимум времени. А время – это опять тот ресурс, который, знаете, он очень плохо восполним. Это как те же минералы, витамины, микроэлементы. Его об этом нужно думать, чтобы время свое собственное экономилось, чтобы оно было использовано правильно. то вот эти вот все, как говорится, плюшки, которые существуют в приложении «Планета здоровья», очень мне помогают. Так что если вам интересен здоровый образ жизни, планета здоровья!